Весник Городской Думы Весник Городской Думы Можно долго рассуждать на эту тему, затрагивая все аспекты данного вопроса, но я остановлюсь на двух моментах, которые считаются основными. Во-первых, это связано с большой изношенностью наших дворовых территорий и дороговизной тех материалов и услуг, которые необходимы для строительства или восстановления двора. Во-вторых, это недостаточное софинансирование наших федеральных, областных и городских бюджетов. Жильцы вашего округа уже с какими-то конкретными проблемами, просьбами обращались и что-то удалось решить? Да. Хочу сразу отметить, что по одномандатному избирательному округу номер 9, Благовещенск-Пограничный, депутатам законодательного собрания Олегом Имамеевым, в тандеме с депутатами городской думы 17, 16, 14 и 15 округов, был создан общественный совет, на котором старшие домов вместе с активными жителями приходят, поднимают все наболевшие вопросы, и мы их в дальнейшем решаем. Вопросы, как правило, связаны с работой управляющей компании, капитальным ремонтом, ЖКХ, благоустройством тех же дворовых территорий, бездомными животными. Ну и также встречаются вопросы частного характера. Это юридическая помощь, где-то нужно помочь людям провести праздник для детей на округе, привезти машину земли там или сперить засохшее дерево. Все это мы помогаем в ходе уже лишних встреч. А пример приведете? Ну, у нас, допустим, в поселке Аэропорт есть и творческий коллектив, Серебряный век называется. Они активно занимаются танцами, немного практикуют йогу. Вот мы им помогаем, где-то с костюмами помогли, где-то с видеоаппаратурой, чтобы они могли слушать, видеть, смотреть за своими, допустим, движениями. Вот вы сказали, что основная проблема округа – это отсутствие детских площадок. Вот была в аэропорту, не так давно видела там площадки, сделанные руками жителей. Вот, получается, они сами там жители активны? В аэропорту живет умелец, бывший пилот. Он на добровольной основе занимается обустройством этих детских площадок. Наверное, у нас в городе это единственный человек, кому почет, почет и слава. То есть человек на все руки. Но, тем не менее, жители хотят еще больше чего они хотят? Да, конечно, они хотят поставить какие-то тренажеры себе. То, что не может сделать их местный умелец. Вот, скорее всего, с этим все и связано. Расскажите, какие планы на это лето? Будет ли что-то сделано в рамках нынешней ремонтной кампании? Этим летом мы планируем сделать реконструкцию детской площадки в селе Плодопитомник, отремонтировать старые тренажеры, установить новые, отсыпать площадку свежим новым песком. Также в селе Плодопитомник, благодаря федеральной программе развития городских дорог Благовещенска, будет строительство нового тротуара. На сегодняшний день люди ходят по поезжей части и подвергаются постоянной опасности. Также туда хочу пригласить и муниципальную компанию ГСТК для проведения ямочного ремонта, так как там он уже, по-моему, делся больше 10 лет. На сегодняшний день завершена работа по строительству автопарковки в районе Игнатьевского шоссе 16 на 50 машин и мест. Данная парковка позволила разгрузить проезжую часть, сделать более доступным подъезд к детскому саду, ну и, наверное, что немаловажно, снять нагрузку с прилегающих дворов, от скопления машин, которые там ставят ежедневно. Благодаря следующей федеральной программе, это «Комфортная городская среда», которая стартовала в 2017 году, нам удалось включить в проект работы на этот год две дворовые территории поселка «Радиоцентр». То есть жители там делали ПСД? Да, жители делали ПСД, мы там принимали, непосредственно оказывали помощь, и вот они у нас в этом году будут довольны в новых дворах. И что им сделают? Там будут тротуары из плитки, асфальтированный новый проезд и своды отведения. Здорово. Александр Григорьевич, в Думе Вы работаете в Комитете по бюджету, финансам и налогам. В прошлом месяце, если не ошибаюсь, были выделены 16 миллионов на разработку ПСД, на реконструкцию улицы Тепличной. Расскажите поподробнее, что это за проект, зачем он нужен? Совершенно верно. В рамках работы профильного комитета, в который я хожу, совместно с администрацией города Благовещенска, нами были проработаны ряд вопросов, одним из которых было принято решение выделить 16 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации для строительства новой школы на 1500 мест. Эта школа будет строиться в 406-м квартале возле детского сада. она будет отвечать всем стандартам и требованиям, которые сейчас предъявляются. Между прочим, это единственная школа на моем 16-м округе будет, и нету ни одной. К этой школе будут подведены все коммуникации, асфальтированная дорога, тротуары, освещение. Планируется также сделать надземный переход через улицу Игнатьевское шоссе, чтобы школьники наиболее безопасно и комфортно ходили с дома, домой. Также хочется отметить, что вопрос о строительстве данной школы обсуждался не один год, и он был достаточно острым, так как у нас нехватка мест. Поэтому на общественном совете, о котором я рассказывал раньше, мы обсуждали этот вопрос, и вот, наконец-то, мы сделали большой первый шаг в эту сторону. Проектно-аспектная документация нам позволит вступить в федеральную программу и завести денежные средства для строительства данной школы. А в целом, если взять этот участок улицы Тепличной, в каком он состоянии сейчас? Сейчас там, получается, пустырь, то есть это поле, деревья и кустарники. Ни одной школы на округе, куда же ходят дети? Я знаю, что аэропорт и село Плодопитомник, радиоцентр, они все ездят в микрорайон или в центр города. То есть дальние районы не хватает. Вопрос этот давно уже стоит на слуху у всех, потому что с детскими садами у нас вроде бы стало все получаться, строительство идет, а вот по школе мы немного отстаем. То есть у нас началось строительство второй школы, все об этом знают, пристройка. И вот и планируем еще одну школу на полторы тысячи мест. Есть ли еще на вашем округе какие-то пожелания жителей, что, может быть, вы перенесли на следующий год, что в этом году не удастся охватить? Вопросов всегда очень много. К сожалению, все они решаемы в один день. Где-то требуется большое количество финансирования. И самое главное, пытаться вступить в те федеральные программы, которые на сегодняшний день существуют. Поэтому все, что от нас зависит, от депутатов и от старших домов, инициативных жителей, благодаря всем нам вместе, я думаю, мы будем стараться делать жизнь наших граждан лучше. Спасибо вам большое за беседу. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. В этой студии увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова